Вот в чем различие сувенистов и антисувенистов? Мне вот жалко людей, а вот тем, кто застанет, людей не жалко. Да, правильно, да, однозначно, конечно же. Я циник, и когда кто-то говорит, надо убить 10 миллионов или миллиардов, я подумаю, скажу, ну если надо, что ж, люди мрут. Надо ради чего? Да не знаю, объясни мне про срач под носом. Срач под носом это Путин делает, Крым наш и так далее, Новороссия так называемая. Это срач под носом, правильно я понял? Это срач под носом. Позиции Украины и, пожалуй, более умного я не вижу способа. То есть как бы я даже был удивлен, насколько грамотно. Что именно? Ну все, что было сделано нашим руководством. Несмотря на всяких там Гиркиных. Это тупо с точки зрения людей, которые там живут. Хуйню начал гнать. Хуйню тебя, конечно, загрузили на всяких там. Давайте кратенько объясню, почему они восстали и отделились. Вопрос, чтобы ты не гнал мне тут это самое. Крыму не вышло то, что вышло на Донбассе. Крым отжали быстренько. К удивлению как бы тех, кто там хотел кое-что сделать. Но Донбасс отжать было уже слишком накладно. Поэтому Донбасс отжимать не стали. И там случилось примерно то, что собирали делать в Крыму. Но то, что произошло в Донбассе, таки тоже довольно, как это сказать, внимательным образом залили пеной из огнетушителя. Поэтому там сейчас как бы тоже терпимо. То есть это говно залито пеной из огнетушителя. Минскими соглашениями. Конечно, они не там не выполняются и прочее, но нам такая пена нужна. А что касается, что именно хотели сделать в Крыму и что и сделали на Донбассе, рассказывала. Нужно было начать геноцидить украинский народ по причине их русскоязычности. Эта команда вступила в Киевское правительство оттуда. Из-за бугра. Однако, да, геноцидить русский народ нужно было для того, чтобы повторить грузинский сценарий, чтобы Россия вторглась защищать своих сограждан на территории соседнего государства. И, соответственно, вторжение России в Украину – это очень большой певец. Это то, чего старательно добивались. Однако в Крыму это не вышло вообще. Его отжали сразу же. А на Донбассе, естественно, геноцид народу начался. Но он начался с некоторыми отклонениями от сценария. И в итоге нихуя не вышло. Там вышло второе Приднестровье с бандитской властью, такое вот, как бы. Но, тем не менее, там уже не поживишься. И никакой российской армии туда ордаться не собирается. Поэтому этот проект практически специалисты счетов. Деньги Украине больше не дают. И, скорее всего, еще немножко влечеврявшись, она попадет под российское влияние лет через 10. Как-то так. То есть, как попадет? Попадет под российское влияние лет через 10. В смысле, а что значит, как попадет? На кого будет российское влияние, так сказать? Поскольку, если брать, так сказать, Путин взял, допустим, со всеми разосрался с Египта, ну, куда ездили там, допустим? Слушай, ну, ну, хоть это здесь-то, говна, в этом бредах не говори. Ну, хоть тут, да? Есть вещи, которые на поверхности, их там проверять нечего, они это самое. Слушай, ну... Санкции были против кого? Темченко, Ротенбергов и прочие там путинские дружки непосредственно за эту мафию конкретную, узкую. Конечно, мафия однозначно мафия. Ну, 20 человек. Санкции ввели четко поименно против путинских дружков. А они за это хуже сделали своему населению, как террорист, который... Блин, взял путинских дружков. Санкции чисто экономические, по разным параметрам. Конечно, дружки пострадали. Ну, это ладно. Ну, есть совершенно там плотная, как бы, это самое, асфункционная линия. Дружки эти так, припределились сбоку. Ответ, вот эти вот антисанкции... Ну, нормально, хорошие они ответы, хорошие антисанкции. Нет, они были ровно по анекдотам бить в орудиях. Только из-за этих антисанкций только своему же населению хуже сделали. Сделали однозначно у населения, да. Это нормальные, правильные антисанкции, хорошо сделанные. Я Байкос, Португалия Рост. Я помидорка красная, польская прекрасная. Я из Испании хамон, очень вкусен для свиного. А я французский сыр, из Весты до Вихьми. Мы из Европы родом все, вместе нас нашли в Москве. Российская таможня. Уничтожаем санкционные продукты с детской непосредственностью. Это все нормально, это обычная таможенная процедура. Это везде так делают. Ты сейчас не сказал, что у нас что-то особенное. Я вот не видел, что вы это везде делали. Это твои проблемы, это нормальная таможенная процедура. У нас просто бы на нее обратили внимание. Если я что-то не знаю, я хочу это узнать. Слушай, ну на самом деле, обсуждать такую хуйню, как уничтожение продуктов на границе, мне уныло, скучно, неинтересно, потому что это мелкая техническая процедура. И имеет место чистое экономическое давление, которое объясняется тем, под предлогом, что вот это мы на афиатус. Раздать бедным это было нельзя, потому что это стрёмные непонятно какие продукты. И более того, это нарушит как бы товарные цепочки. Все дела, блин, что тут какие-то самые, раздувать из этого трагедию? Почему тогда этих санкций не было до того, до 2014 года там никакого экономического баланса не нарушали, эти же самые продукты? Ну ты как Анищенко рассуждаешь? Анищенко это, он не рассуждает, он выполняет задачи. Ему нужно запретить какой-то продукт, он сразу придумывает, что он стал незаебатым. Это его проблемы? Ну ты меня-то не заставляй верить в то, что он говорит, потому что ты сам говоришь. А чем верить в такие вещи? Это чисто политический, ну, подкол. Ну, с чего все начиналось? Известно, что в Сапке ОПГ самые разные под себя агитировали молодежь перспективную. Один из таких вот юных товарищев, которых, значит, Тамбовская ОПГ под свое крыло взяла, был юный Вова Путин, которого... Я не в курсе истории, можешь не продолжать. О, вот видите, путинская власть действует в интересах кого? В интересах вот Тамбовского ОПГ, который... Да, 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 да. Ну а почему, поэтому, когда вот действия Путина, я не понимаю людей, которые говорят «мы». Вот про это. Это не «мы». Мы. Не «мы». Это не «мы». О, была власть. А она, как бы, собственно, мне враждебна. Конечно. Любая власть враждебна населению. Ну, это власть не моя. Мне жизнь покоробили... Ты «сышь против ветра». Офигенно. То есть я иду, как говорится, никого не трогаю, на меня наезжают, и ты меня обвиняешь. «Сышь против ветра». Тебе нравится «сать против ветра». Ты объясняешь это тем, что не терпешь «сать хочется». Но «сышь зачем ты против ветра». Я тебя просил объяснить, почему ты так считаешь. А ты вместо объяснения повторил тезис всего лишь. Очень такой прозрачный трюк на самом деле. Я вот телефончик держу на расстоянии 5 сантиметров от уха, иначе мне некомфорт послушать твой орд. А, вот что ты меня наехал-то? Есть вещи, которые отличают человека от обезьяны, и для обезьяны это хуйня. А для человека это важно. Почему обезьяне непонятно? Пошли обезьяны. А ты понимаешь человек. Это, наоборот, тебе надо противопоставлять всем. Потому что это ты готов непонятно за что убить 10 миллионов. Или даже 10 миллиардов, что, кстати, больше полтора раза, чем всего на земле живет. Ты начинаешь что-то орать, возбуждаться. Ты хитрый социопат, решивший выдать свою социопатскую неполноценную психологию за якобы норму. Чтобы люди комплексовали именно за то, в чем они от тебя, социопата, отличаются. То есть, чтобы они комплексовали по поводу того, что они, в принципе, люди, в отличие от тебя. Таких, как ты, которых, кстати, у вас совершенно немного. Но вы очень хитрые. Люди не могут с вами справиться, просто потому что представить не могут такую изощренную хитрое. Заметь, я тебя просто в лоб оскорбляю. Обратил внимание? А это означает, что сказать нефига. Я циник. Когда кто-то говорит, надо убить 10 миллионов или миллиардов, я подумаю, скажу, ну если надо, что ж, люди мрут. Надо ради чего? Да не знаю.